Уважаемый президиум, уважаемые коллеги и участники 11-й Всероссийской конференции «Теория и практика современной стоматологии», посвященной 40-летию образования кафедры стоматологии детского возраста Иркутского государственного медицинского университета. От имени коллектива Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Искренне поздравляем коллектив кафедры и желаем благополучия и дальнейших успехов. И разрешите представить доклад на тему анатомо-топографической особенности и значимость ветвей нижней челюсти при проведении мандибулярной анестезии. Несмотря на широкое изучение местной анестезии органов и тканей полости рта, остаются нерешенными проблемы качественной анестезии нижнего луночкого нерва. В связи с этим постоянно проводятся исследования, направленные на повышение эффективности и безопасности местного обезболивания. Целью исследования являлось на основании крайне метрических исследований ветви нижней челюсти обосновать роль и значение ее анатомо-топографических особенностей при проведении мандибулярной анестезии. Крайне метрическое изучение проводили на 91 нижней челюсти с использованием штангенциркуля и мандибулометра. При этом применяли методы антропологических исследований, предложенные Алексеевым и Дебец. Принадлежность анатомического материала по гендерному признаку проводились по методу Пашковой. Нами проведено изучение стандартных показателей ширины ветви нижней челюсти, угла ветви челюсти, расстояния между передним краем ветви нижней челюсти и целевым пунктом, расстояние и ширину между передним краем ветви нижней челюсти и височным гребнем. Крайне метрическое изучение проводили с применением компьютерного томографа КАВА с программным обеспечением On-Demand 3D в 147 клинических случаях, где проводилось определение угла ветви нижней челюсти в боковой проекции, а также определение наименьшей ширины ветви нижней челюсти. Статистическая обработка данных исследований проводилась по стандартным методам вариационной статистики с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 2009. Результаты собственных исследований. Нами проведены крайне метрические исследования длины тела нижней челюсти, где минимальный показатель составил 60 мм, а максимальный 87 мм. При этом высота ветви нижней челюсти составила от 42 мм, максимальный 72 мм. При этом установлена взаимосвязь данных показателей, где с увеличением длины тела нижней челюсти увеличивается и высота ветви нижней челюсти. На данном слайде представлена вариабельность ширины ветви нижней челюсти, которая должна быть учтена при проведении мандибулярной анестезии. В таблице номер 2 представлены крайне метрические показатели ширины ветви нижней челюсти, которые варьировали от 20 до 39,4 мм, и высота ветви нижней челюсти от нижнего края ветви до вырезки, которые варьировали от 39 до 56,5 мм. При этом установлена взаимосвязь данных показателей, где с увеличением высоты ветви нижней челюсти увеличивается и ширина ветви нижней челюсти. В таблице номер 3 представлена характеристика показателей топографии отверстия нижней челюсти ветви по высоте, где минимальные и максимальные показатели расстояния отверстия нижней челюсти от вырезки ветви колебались от 14 до 30 мм, а расстояние отверстия нижней челюсти от нижнего края ветви от 19 до 38,5 мм. На рисунке представлена топография отверстия нижней челюсти по высоте ветви. Здесь наблюдается взаимосвязь данных показателей, где с уменьшением показателей расстояния отверстия нижней челюсти от нижнего края ветви увеличивается расстояние отверстия нижней челюсти от вырезки ветви и наоборот. На данном слайде представлена характеристика показателей топографии отверстия нижней челюсти по ширине ветви, где минимальные и максимальные показатели расстояния отверстия нижней челюсти от переднего края ветви колебались в пределах от 15,5 до 29 мм, а расстояние отверстия нижней челюсти от заднего края ветви от 8 до 25 мм. При этом наблюдается взаимосвязь данных показателей, где с увеличением показателя расстояния отверстия нижней челюсти от переднего края ветви увеличивается и расстояние отверстия нижней челюсти от заднего края ветви. Также изучено расстояние между нижней челюстным отверстием и передним краем ветви нижней челюсти, где получены минимальные и максимальные показатели от 15,5 до 29 мм. При этом установлено, что с увеличением ширины ветви нижней челюсти увеличивается и расстояние между нижней челюстным отверстием и передним краем ветви нижней челюсти. В таблице номер 6 представлена характеристика показателей ветви нижней челюсти, определяющая глубину погружения иглы при выполнении манипулярной анестезии. К нами изучено расстояние от переднего края ветви нижней челюсти до целевого пункта, где показатели варьировали от 9,7 до 23 мм. Расстояние между височным гребнем и целевым пунктом от 6,3 до 16 мм. Расстояние между передним краем ветви и височным гребнем от 1,6 до 12 мм. Было установлено при этом, что с увеличением ширины ветви нижней челюсти увеличивается и глубина погружения иглы. На данном слайде представлены анатомо-топографические особенности в вариабельности угла ветви нижней челюсти. У мужчин данный показатель колебался в пределах от 109 до 142 градусов, а у женщин от 112 до 149. При этом их общий средний показатель составил 124,7 градусов. При выполнении исследовательской работы была установлена непосредственная взаимосвязь показателей ширины и угла ветви нижней челюсти. С уменьшением ширины ветви нижней челюсти увеличивается угол ветви. При выполнении исследовательской работы была выявлена зависимость показателей угла ветви нижней челюсти от вида дефекта зубного ряда. При одностороннем отсутствии боковых групп зубов, двустороннем отсутствии боковых групп зубов, при полном отсутствии зубов и при наличии боковых групп зубов. При этом максимальные показатели угла ветви нижней челюсти были выявлены при двустороннем отсутствии боковых групп зубов, а самые минимальные показатели при наличии боковых групп зубов. Проведенный корреляционный анализ по пирсону выявил заметную связь показателей наименьшей ширины ветви нижней челюсти с расстояниями между передним краем ветви и целевого пункта, передним краем ветви и височным гребнем, височным гребнем и целевым пунктом, что также подтверждается проведенным многофакторным анализом по методу Варимакс. Упределение показателя угла ветви нижней челюсти у пациента проводится с применением стандартного угломера. Выбор направления иглы с учетом выявленных анатомо-топографических особенностей угла ветви нижней челюсти при проведении манипулярной анестезии. При показателях меньше 130 градусов игла направляется параллельно жевательной поверхности боковой грудь зубов нижней челюсти. При показателях более 130 градусов игла направляется сверху вниз. Это объясняется тем, что если иглу продвигать параллельно окклюзионной поверхности жевательного зубов при выраженных углах нижней челюсти игла продвигается в сторону мышелковатроска. По результатам проведенных исследовательских работ получены следующие выводы. Первое. Высота ветви с суставной головкой и длина тела меняются равномерно в зависимости от размеров нижней челюсти. То есть, чем больше длина, тем выше высота ветви. Второе. Высота ветви до вырезки и ширина ветви также меняются одинаково в зависимости от размеров ветви нижней челюсти. Третье. Показатели топографии отверстий нижней челюсти сверху, снизу и спереди меняются пропорционально размеру челюсти. А показатель от заднего края ветви при изменении размеров нижней челюсти остается без существенных изменений. Четвертое. Угол ветви нижней челюсти зависит от ширины ветви и дефектов зубного ряда. Чем меньше ширина ветви, тем больше угол. Самые высокие показатели угла наблюдаются при двустороннем отсутствии боковых групп зубов. Пятое. Глубина погружения иглы зависит от ширины ветви нижней челюсти. Чем шире ветвь, тем больше глубина погружения иглы. Были сформированы практические рекомендации. Первое. Перед выполнением мандибулярной анестезии необходимо определить размеры ширины ветви нижней челюсти с помощью компьютерной томографии или ортопантомографии. При минимальных показателях ширины ветви от 20 до 25 мм глубина погружения иглы должна быть не более 10 мм. При средних показателях ширины ветви от 20 до 35 мм не более 15-20 мм. При максимальных показателях от 35 до 40 мм не более 25 мм. Второе. Перед мандибулярной анестезией необходимо определить угол ветви нижней челюсти стандартным угломером. При выраженных показателях угла ветви нижней челюсти более 130 градусов шприц располагается на уровне оккульзионной поверхности верхних премоляров. При низких показателях менее 130 градусов шприц располагается на уровне оккульзионной поверхности нижних премоляров. Спасибо за внимание.